Друзья, ну что же, вот и завершается этап чемпионата России в Анапе. Шестой тур и дальше уже чемпионат поедет в Москву и Санкт-Петербург. Мы будем наблюдать уже не из таких морских локаций. Какой-нибудь сейчас фирменный спартаковский розыгрыш мы увидим. Антон Шкарин катит на чики-чики, прокидывает себе чики, бьет поворотом. Великолепно действовал и посмотрим, будет ли такая, может быть, самоотверженная классная игра от него и сегодня. Ну вот сейчас очередной удар четко, очень точно. Луисенрике доводит мяч, и что здесь? Пенальти. Пенальти. Андрея Новикова здесь обхватил Даниил Сидельник. И в итоге на четвертой минуте пенальти и будет желтая, скорее всего, Даниилу Сидельнику. Давайте смотреть. Вот эта передача в глубину. А, здесь ударился потом уже, да, вот Сидельник хватал, палил, а он прямая красная Даниилу Сидельнику. Да, у него будет это второй мяч на турнире, если забьет. Давайте смотреть. Удары и штанга. Не попадает Луисенрике. И втроем будут играть сейчас футболисты Краснодара ЮМР. Так, здесь кто? Удар поворотом, штанга. Да что ж такое-то? Помин. Василий Обозный со смены побежал его прессинговать. Здесь перестроение происходит. Удар поворотом. И мяч вонзается в угол. Так немножко не успели все-таки перестроиться. И такое чувство, что чуть-чуть даже и Вадиму Пятничуку перекрыли. Перекрыли обзор. Пробегающие мем партнеры. Ну, давайте смотреть. Гуиньо здорово. Вот пока тут все. Ну и снова Лукьянов. Лукьянов удар поворотом. Ну и отражает Михаил Агустов. Он, кстати, появился. Посмотрим, куда ударит Паула Энрике. Мощный разбег. Удар. И... Спасает мяч. Спасает. Смотрим еще раз. Да, между ног мяч летел. Но вот все-таки так оставленная, выставленная правильно рука позволила. Добрался до него. И тут же момент у других ворот. И продолжается. Здесь уже приходит... И там тоже переводик считался на дальнюю штангу, куда Спартак Федоров и приходил. А вот бисеклет от Спартака. И забивает он свой второй гол на турнире. И очень сильно радуется. Но гол, правда, важный. Так что вот так на пятой минуте второго периода, да, с приветом и сердечками, Спартак Федоров делает счет 2-0 в пользу красно-белых. Игуиньо танцует. И снова танцы. Игуиньо под левую. Вот это исполнение. Танцевал, танцевал. Продернул и попал. Игуиньо дубль. 3-0. Становится счет, да. Ну и отправляется тут еще руки сжать болельщикам. Красавец, да. Еще отпраздновал с теми, кто болеет за команду. Ну просто молочина. Не спешить. Да, вот мы этот контроль начинаем наблюдать. Да, здесь перевод на Шкарин. А Шкарин может тоже не торопиться. Ну отдал. Здорово. Вот это гол. Здорово. Но когда так, тогда великолепно. Вот даже такое празднование. Ничего себе. Даже Антона Шкарина вовлекли. Ну и кто становится автором забитого мяча? Все-таки Андрей Котенев, наверное. Да, Андрей Котенев Чики не трогал. Самый интригующий матч. Вроде как первый. Как я говорил, а здесь еще и вот так вот. И так вот еще. Ну добивают уже просто. Добивают, убивают. Чики забивают. Да, от перекладины красиво. Котенев мог забить. Чики там оставил мяч, который Котенев забивал. А здесь уже его как раз, скажем так, справедливость такая восторжествовала. Здесь уже и он играл, пока его команда оборонялась. 4 на 5. Хороший шанс у Василия Обозного мог быть. Пока все мимо. Ух ты, удар издали. Вадим Пятничук, не знаю, коснулся или нет. Под удар бросился. Анатолий Рябко еще один гол. Влетает в сетку. К радости вот болельщиков, перед которыми как раз Анатолий Рябко и оказался. Классное исполнение удара. Ну и 6-0 уже. Спартак. Ведет в счете. Да, конечно, спартаковцы просто рвут и мечут. И вот так свои шансы используют. Анатолий Рябко из Лекса так улучшил тоже свои бомбардирские показатели. Тут продолжает Краснодар ЮМР что-то пытаться создать, а пропускает и пропускает. Это Андрей Котинев, 9-й гол. Да, Андрей хочет Егора Ремезова, кажется, догнать. Точно седьмой. А, седьмой в игре. Да, я просто услышал от... Да, от Артема Скачкова. Да, 9-й мяч, все верно. Тут мы сошлись. Чтобы хотя бы не зря мы все это ждали. Ну-ка, Максим. Удар. Нет. Все. Это был последний эпизод матча. 7-0. Победа Спартака. Дубль Игуиньо, дубль Андрея Котинева. И по голову Чики на Спартака Федорова и Анатолий Рябко позволил Спартаку очень уверенно выиграть и стать самой забивающей командой турнира.